Солнечная система У Солнечной системы были разные состояния. Вы знаете, была планета и Файтона, и еще другие были планеты, не только Файтона. 12 планет Солнечной системы соответствовали 12 зодиакальным управляющим программам космоса. То есть они работали через планеты. Это были оперативные центры во влиянии и воздействии на те события, которые происходят в Солнечной системе. После взрыва Файтона мы потеряли и Файтон, и чуть две планеты были выброшены за пределы. Солнечной системы. Еще одна взорвалась. Там сейчас пояс Койпера. Не только есть пояс астероидов за Марсом, но еще есть пояс Койпера. Койпера – это внешние параметры нашей Солнечной системы. Там еще одна планета. Погибла ее. Шумеры называли планетой Термат. Это темная планета. Термат, которая, собственно, должна была осуществить здесь темное преобразование. Вот. Она закончила тоже. Вот таким образом. Так что сейчас будет восстанавливаться и Файтон, и недостающие планеты. Более того, когда мы с Игорем Витальевичем Орепьевым были на тонком плане, отец нам добавил к тем сферам, которые уже есть. А это, собственно, с одной стороны сфера Зодиака, с другой стороны планетарное соответствие. А с третьей стороны – это ДНК человека. Это космический ДНК. Образ космического ДНК. То есть везде будут проходить изменения. Потому что отец еще дал две сферы для развития. Это, значит, появятся две новые планеты. Это при том, что еще и Фатон сам постановится. И еще плюс две. Даже известны названия уже этих планет. Но обобщены, можно сказать, гармония и любовь. Вот. И изменится ДНК самого человека. Потому что все, что происходит в космосе, отражается в самом человеке. Что происходит в человеке, отражается во всем космосе. Человек – это глобальная Европа. И я сегодня вот отдам вам новое откровение, которое пришло в связи с тем, что мы завершили структурирование древа сифирота. То есть мы дошли до 12-й сифир и кетер. И вот это откровение, которое соответствует этой сифире. Оно тоже очень удобно, что расширит ваше представление о процессах, которые происходят.